Всем привет! С вами снова Ирина. И сегодня я вам расскажу, в каких значениях можно использовать глагол get. И начнем мы с вами со значения становиться, become. В этом случае мы глагол get используем с прилагательным adjective, либо с депричастием, past participle. Гагол с окончанием иди. Например, get angry, get divorced, get fit, get lost, get married, get nervous. Разозлиться, развестись, приобрести форму, потеряться, жениться, либо выйти замуж и разнервничаться. Следующее значение также become, но в данном случае мы глагол используем с сравнительной степенью прилагательных. Сравнительную степень мы, как вы помните, образовываем с помощью суффиксов m, либо слова more. Давайте посмотрим на примеры. Get better – становиться лучше, get worse – становиться хуже, get colder – становиться холоднее. Get в сочетании со сравнительной степенью прилагательного. Также get может переводиться как покупать, приобретать, buy, либо obtain. Get a job – получить работу, get a newspaper – купить газету, get a ticket – купить билет. Следующее значение get – receive – получать. Get an email – получить электронное письмо, get a present – получить подарок, get a message, либо get a text message – получить сообщение. Get в сочетании с предлогом, proposition, используются функции фразового глагола. Get on a bus – войти в автобус, get a bus – выйти из автобуса, get on with, либо get on well with – ладить с кем-то, находить общий язык с кем-то, get up – вставать. Также get с предлогом to, либо без to, смотря с чем мы, с каким местом назначения его используем, переводится как arrive – прибывать. Get home – прийти домой. С home мы никогда to не используем. Come home, get home, go home. Home всегда используется без предлога. Get to school – прийти в школу, get to work – прийти на работу. Глагол get является очень часто используемым глаголом в английском языке, поэтому запоминайте все его значения и пользуйтесь ним свободно. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим каналом со своими друзьями. Увидимся на следующем занятии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok